Совершить кургасветку на велосипеде. Такую цель перед собой поставил одессит Руслан Верин. Он уже побывал в Африке, Азии, Северной и Центральной Америке. С собой в путешествии велосипедист берет только самое необходимое – ночует в палатке, а тем, кто ему помогает, дарит вышиванки и сало. Его верный спутник – украинский флаг, который он всегда крепит к велосипеду. Ну а если его спрашивают, как он выживает в нелегких условиях путешествий, одессит с гордостью говорит, что украинцы могут все. На этом велосипеде одессит Руслан Верин исколесил Африку и Азию, покорил холодную Аляску и Канаду, а недавно вернулся из Центральной Америки. Каждое велопутешествие не обходится без курьезов, экстрима и приключений. В Панаме Руслана ограбили, забрали деньги и документы. Но несмотря на это одессит продолжил путешествие. Но в Перу ждала еще одна неприятность. Без документов его не пустили на самолет, выгрузили багаж и не хотели возвращать в Украину. Конечно, в тот момент было трудновато осознавать, что меняются планы, я непонятно, насколько здесь могу застрять и все остальное. Плюс это опять-таки с деньгами, билеты отменяются, их менять надо. Но в одночасье внутри было спокойствие, потому что я вспоминал, какой я путь проделал и все, что вот этот риск, на который я пошел и в конце это имел, я понимаю, что он на 100% оправданных. Подробно о своих путешествиях Руслан рассказывает в инстаграме и ютубе. У него свыше 30 тысяч подписчиков. Ездит путешественник налегке, ночует в палатке. На Аляске спасали теплые вещи. Имея разнообразие из теплых вещей, но неправильно скомбинировав их, там, флисовую термобелье и там ветровку, и в той последовательности не поставить, можно очень сильно подмерзать. С Русланом неизменно путешествует и флаг Украины. Экстремал говорит, для него важно рассказать миру о родной стране. На все вопросы иностранцам отвечает так. Чтобы зарабатывать на жизнь, Руслан ведет бизнес в курортной затоке Одесской области. Надеется, что его трипы тоже начнут приносить деньги, ведь тогда у него будет статус профессионального путешественника. На осень уже запланировал новую велоэкспедицию по Южной Америке. Потом на очереди Австралия. Анна Городенцева, Наталья Доубыш, Одесса, UATV.